А помните, когда мы были малыми, родители соединяли варежки резинкой, чтобы мы их не потеряли? Ну же не знаю, кому в голову пришла эта гениальная идея, но лайфхак был что надо. Сегодня 24 декабря, день варежки. Это сильные новости, рубрика Короче. Поехали! А помните, как Гомель и прапорщик спас девушку от насильника? Герой зовут Владимир Ерохин. 17 октября он проходил мимо общежития. По проспекту октября услышал крики о помощи. Как оказалось, девушка отбивалась от насильника. Спасатель тут же его скрутил. Ну а сейчас героя наградили медалью за спасенную жизнь. Мужик. В лагере беженцев начались занятия для детей. Первый урок рисования. Работают с детьми и другие педагоги, а также психологи. Преподают деткам белорусские учителя, а также другие беженцы, у которых есть необходимые навыки и образование. К слову, сейчас в Русгах находится около 100 детей. Ну и снова коммуналки. Министр ЖКХ заявил, что белорусы оплачивают 83% себестоимости коммуналки. Исключение составляют отопление и горячая вода. Здесь население оплачивает 20%, остальные 80% покрывает государство. Также министр отметил, что в соседних странах население платит куда больше за коммуналку. В качестве примера он привел расчеты на двухкомнатную квартиру, в которой проживает три человека, два из которых получают среднюю зарплату по стране. Так вот, затраты на коммунальные платежи в такой семье в Беларуси составляют 4,5%. В России 10%, но в странах Балтии без малого 20%. КОНЕЦ Продолжение следует...